В 1939 году одно из старейших зданий столицы строилось как дворец пионеров, однако из-за Великой Отечественной войны строительство завершили только в 1951 году. Позже, с распадом Советского Союза, когда пионерское движение перестало существовать, в здание переехал театр юного зрителя имени Бакен Кадыкеевой. Но смена амплуани особенно повлияла на строение, и с каждым годом его состояние становилось все плачевнее и плачевнее. В этом году впервые спустя 70 лет в здании начался капитальный ремонт. Ввиду того, что здание включено в список исторических и культурных памятников Кыргызстана, ремонт будет проводиться в рамках закона об охране использования историко-культурного наследия, то есть с обязательным сохранением элементов исторического облика. Каждый шаг проведения каждой работы мы согласуем, чтобы сохранить первоначальный облик здания. Вместе со строительной будет работать и реставрационная бригада, которая отвечает именно за историческую часть здания. Сейчас идет демонтаж. До этого здесь проводился лишь косметический ремонт. Также ремонтировали систему отопления. В зрительном зале проводили тоже небольшой ремонт. Но в целом состояние было плачевным. В этом месте начала проседать крыша. Древесина, которая использовалась тогда, в 50-х годах, уже давно пришла в негодность. Ее разбирают. Вместо этого будет современная металлоконструкция. Крыша была утеплена. На выделенные 79 миллионов сомов храм культуры будет отремонтирован от и до. Сюда же входят работы по электрике, сантехнике и даже облагораживание территории. Здание покрасит такой же оттенок, который был первоначально. Никак не будет меняться форма и другие принципиальные моменты. Но в то же время окна, двери, освещение будет современными. Со временем оно стало проседать и появились такие вот трещины. Здесь будут использоваться специальные технологии, которые позволят отремонтировать здание, сохранив при этом его исторический стиль. Согласно архитектурному плану, в здании будут витражные окна, сцену поменяют полностью. Мы делаем новую сцену и зрительный зал. Нам предстоит очень большое количество работы, так как переделать приходится буквально все. Актеры с нетерпением ожидают момента, когда смогут предстать перед зрителями на обновленной сцене. Мы очень рады, что следующий театральный сезон будет проходить в новом комфортном здании. Здесь все было в очень плохом состоянии. Например, система отопления выходила из строя по 4-5 раз в год. Молодые актеры, которые приходили сюда, были в ужасе от состояния театра. Теперь новое здание будет привлекать как можно больше зрителей и артистов. По плану, все работы должны закончиться в ноябре-декабре этого года. Елена Ткаченко, Умар Малашев, Аллато 24.